Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, меня зовут Феликс, и сегодня я продолжаю мой экскурс по Америке глазами русскоязычного иммигранта. Вы знаете, реакция на мои видео абсолютно разная. Большинство людей, конечно, благодарны и с удовольствием смотрят эти видео, но есть и такие, которые очень злобно мне отвечают, пишут такие неприятные, злобные, желчные комментарии. Ну, просто непонятно почему, обзывают америкосами и так далее, и так далее. Вот желчь прямо через края выплескивается у этих людей. Почему же вы такие злые? За что? За то, что я говорю правду, то, как есть на самом деле. Особенно возмутило людей видео о пенсионерах. Видимо, вы неправильно услышали, неправильно поняли, или невнимательно просто его смотрели. Я говорил, что вот эти льготы для людей, которые приехали в страну уже в пенсионном возрасте, и те, которые получили статус беженца. Только те люди получили такие блага от Америки. Остальные же, которые приехали в более молодом возрасте, которые прошли, как я, учебу, работу и становление здесь. Совершенно другая история здесь. Во-первых, на пенсию здесь уходят люди в 67 лет. Притом, заметьте, и мужчины, и женщины в одинаковом возрасте. Женщины добивались равновесия, равенства с мужчинами. Они добились этого, и они уходят вместе с мужчинами, женщины, в возрасте 67 лет. Хотя с прошлого года увеличили на один год. Но, опять же, это зависит от даты рождения, когда родился человек. Значит, это первое. Поэтому не так все просто. В 60 до 67 лет надо доработать. А найти работу здесь в таком возрасте очень-очень сложно. Потому что сейчас не очень хорошее время. Экономика не очень на большом уровне. Опять же, потому что основные заводы, все это уехало в Китай. Промышленность ушла, производится все в Китае. Поэтому здесь очень мало работы для молодежи. А я уже не говорю для людей более старшего возраста. Это первое. Второе. Те, которые заработали себе пенсию, отработали и заработали себе пенсию, тоже не в лучшем положении, а наоборот в худшем. Объясню почему. Если людям, которые приехали в пенсионном возрасте, полностью дается бесплатное медицинское обслуживание, то для людей, которые заработали себе пенсию, частичная, очень маленькая частица помощи. Остальное нужно платить самому. А представьте себе, что если вы заработали пенсию 900 долларов, предположим, да, то за квартиру нужно 1200 до 1500 каждый месяц, плюс страховки, на страховку уходят огромные деньги, плюс на питание. И если у вас есть машина, страховку на машины, в общем, одному человеку на пенсию практически невозможно выжить. Если у вас есть муж или жена, то есть вдвоем еще можно как-то одну пенсию вот на покрытие медицины, на страховку, на квартиру, на питание. И вот вдвоем можно, так сказать, выжить. Но, опять же, очень-очень непросто. С другой стороны, мне задают вопрос, а как же мы видим, что американцы, ухоженные такие, красивые, худенькие, по всему миру гуляют, разъезжают в путешествия по всему миру? Да, разъезжают. Но это те американцы, которые здесь родились, и у которых пришли, от их дедушек и бабушек перешло все по наследству. Дома, то есть им не нужно платить за квартиру полторы тысячи. Перешли наследство. У кого-то бизнесы были, у родителей, у дедушек и бабушек. Конечно, они работали, но им не нужны такие расходы большие. И, естественно, они могут себе позволить поехать куда-то в другую страну, погулять и так далее, и так далее, и так далее. Эмигранты не все могут себе позволить такое удовольствие, особенно в пенсионном возрасте. Поэтому вот это все нужно учитывать. Не так все прекрасно, как кажется со стороны. Нет, не подумайте. В предыдущих видео я рассказывал, как я начинал свою Америку. С чего я начинал. Чем моложе человек приезжает сюда, тем легче просто, потому что он идет в школу, заканчивает школу. У него нет проблем с английским языком. Он заканчивает колледжи. И после колледжа ему легко устроиться на работу, потому что с американским образованием есть больше выбор. И, что самое главное, оплата совершенно другая. Понимаете? Поэтому наши эмигранты приезжают, и если уже возраст не очень молодой, и, ну вот, есть люди, которым не дано запоминать, учить иностранные языки. Таких очень много есть людей. И куда они идут? Естественно, они идут пытаться работать в каким-то русской компании. А здесь в Америке такой вот закон. Вот китайцы, которые приезжают и не имеют английского языка, идут китайцам работать. И, естественно, хозяин китаец платит намного меньше этому эмигранту, потому что у него нет английского. Он не знает законов, и поэтому с ним можно вот так обращаться. То же самое с испанцами, то же самое и с русскоязычными. То есть вот так устроена эмиграция, потому что вы не знаете закона, вы не знаете языка, у вас маленький выбор, поэтому вот вы попадаете в такие ситуации. Как я раньше говорил, когда мне предложили, через две недели приезда в Америку, мне предложили работать в русском ресторане посудомойщиком за 2 доллара в час, в то время, как тогда минимальная оплата в нашем штате была 5 долларов. Мне тогда могли дать только 2 доллара. И слава богу, что я не согласился, а решился все-таки пойти учиться, и решился вот то, что я думаю, могу достичь чего-то большего. Как крайний случай я решил так. Я всегда могу прийти в русский ресторан работать посудомойщиком. Слава богу, что вот я решился на такое и прошел через такой тернистый путь. Вот, а сейчас подходит время пенсии. Мне до пенсии еще проработать надо 6 лет. 6 лет, и вот не знаю, как все это обернется. Некоторые рассказывают, что оказывается, не надо было с самого начала так рваться работать, потому что, согласно закону нашего штата, если вы зарабатываете 800 долларов, то пенсия 800 долларов, то штат помогает. В таких случаях, кто зарабатывает 800 долларов, штат помогает частично пенсионерам. Частично. Я работал, работал на таких работах инженером в отелях и зарабатывал, конечно, заработал немножко больше, чем 800 долларов, к сожалению. То есть пенсия у меня будет, когда я закончу, то есть подойдет мой возраст, где-то у меня будет под 900 долларов. Вот это небольшая разница всего в 100 долларов, но никакой помощи мне, конечно, рассчитывать не приходится. Поэтому я не знаю, как у меня получится с моей пенсией. А как вы понимаете, что с возрастом-то здоровье-то хуже и хуже. Это у всех людей. И, естественно, медицинское обслуживание нужно больше и больше, а оно здесь самое дорогое. Вот это я хотел рассказать об этом, чтобы вы не очень-то радовались и не очень-то лили желчь в наш адрес, потому что не так все прекрасно. И то, что люди уходят на пенсию и в Украине, и в России, и в бывших Республиках Советского Союза, уходят женщины в 50, а мужчины в 55 или во сколько. В любом случае, раньше, чем здесь. Поэтому радоваться-то особо не надо. Вот, в принципе, это все, что я хотел отреагировать на то, что вы пишете и на вашу реакцию. Давайте будем немножко добрее уважать друг друга. И вот эта реакция не должна быть такой вот, как некоторые из зрителей пишут мне. Основная масса очень доброжелательны и благодарит за то, что я делюсь вот своим впечатлением о Америке и о реальной жизни в Америке. Но некоторые все-таки вот много негативят и некрасивые вещи делают. Естественно, я этих людей постараюсь убрать, чтобы они не получали мои обновления, чтобы они не смотрели мои видео, раз их это так сильно раздражает. Все остальные, кто смотрит нормально и реагирует на это нормально, я рад, что вы мне пишете, и что вы довольны, и что вы задаете вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я с удовольствием постараюсь ответить на все эти вопросы. Некоторые пишут, почему вы снимаете, почему в Бостоне мало снимаете, почему в окрестностях Бостона. Ну, во-первых, Бостон прекрасный, красивый город, но там очень дорогой паркинг, то есть ставить машину. И, во-вторых, зима, там не очень-то походишь по улице, во-первых, холодно, не очень-то походишь, поснимаешь. Я думаю, к лету, к весне я уже буду снимать больше. В Бостоне там есть достопримечательности, очень много интересных мест, которые я вам покажу и расскажу о Бостоне намного больше. А также город с целым, в котором я живу, это старинный город, и он известен на всю Америку, исторический город. Здесь когда-то были ведьмы, город-ведьм назывался, и их здесь сжигали на костре. Поэтому сейчас в этом городе, в центре города сделали много музеев, и куда со всей Америки приезжают туристы посмотреть вот эти музеи, эти памятники, а центральная аллея в центре города специально сделали такую аллею, где стоят в масках, переодетые, вот в эти... Ну, очень интересные представления вот под то время, под время ведьм. Плюс продаются вот всякие тут сидят гадалки там, ну, в общем, такое интересное. Со всей Америки приезжают на это посмотреть. Естественно, город сделал из этого бизнес. Дело в том, что каждый город здесь самостоятельный и должен выживать самостоятельно. И в каждом городе, вот в некоторых город Линн, там есть еще заводы некоторые, он живет за счет этих заводов, помощь получает. А в Сейлеме нет никаких заводов, поэтому вот за счет туристов и зарабатывает город Сейлем. Естественно, чуть потеплее. Я пройдусь, покажу вам, как вот эти представления проходят. Попробую зайти в музей. Я не знаю, если мне разрешат снять. В музее ведьм покажу представление, если это получится. Во всяком случае, у меня есть планы. Есть очень много, что вам показать и о чем рассказать. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Я с удовольствием буду делать такие видео и делиться с вами своими впечатлениями и своими знаниями. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите коммент. Благодарю вас. Всех вам благ.